А зачем вы вообще сад делали, если вы за ним не ухаживаете? Растение – это не мебель. Премиум заказчики – это всегда отдельные, просто какие-то эпичные истории. Если ты обманишь хотя бы один раз клиента, к тебе не вернутся. А сарафанка действует молниеносно. Ну, это просто, на самом деле, значит, нотка выгорания. Я с ней поборолся, я такой, типа, нет, всё, всё, отпусти, да. Вообще, вот если ты в сезон вошёл, то ты как паровоз прёшь. Я просто тупо поспал в субботу. Тебе надо 7-8 лет подождать, чтобы потом показать этот сад. А какой вы нам процент за это дадите? Ну, на реализацию вы точно здесь миллионы зарабатываете. Друзья, всем привет! Вы на канале LandBlog. Сегодня у нас в гостях замечательный ландшафтный архитектор Татьяна Камальна, амбассадор управления и ведения своего времени. Планирование уникальности, да. Таня, очень рада, что ты пришла в гости. У меня много к тебе вопросов, тем, которые хотелось бы обсудить. Но традиционный вопрос, первый, это с чего ты начинала и как ты пришла к тому, что стала архитектором? Слушай, Дим, во-первых, привет. Спасибо, что пригласил. Самое интересное, что мы с тобой встречаемся прямо накануне дня ландшафтной архитектуры. Завтра у нас прекрасный праздник. Я тебя поздравляю с этим праздником. Спасибо. И как я к этому пришла, слушай, интересный вопрос. Мне кажется, я родилась с этим. Я, когда была маленькая, училась в школе, а я любила чертить. То есть прям я очень любила черчение и всю вот эту вот графику, всё, что связано с толщинами линий, аксонометрией, перспективой. И когда встал вопрос, и родители меня спросили, Таня, кем ты хочешь быть? Конечно, я сказала, что я хочу поступать в Мархи, я хочу быть архитектором. Мне кажется, мои родители пришли в ужас. Вам, пап, привет. Но они меня поддержали. Я не скрываю, что я не поступила с первого раза. Я поступила в Мархи со второго раза. Это был очень интересный путь. И после второго курса в Мархи есть распределение. Тебя отправляют на ту или иную кафедру, как бы дальше уже учиться. И когда я встал в вопрос, куда же идти, почему-то у меня было так раз. Хочу на ландшафтного архитектора. Вот так я стала ландшафтным архитектором. Давай тогда про отличие ландшафтного дизайна, дизайнера от ландшафтного архитектора. Вот не поверишь, но буквально в субботу, когда читала лекцию студентам британской школы ландшафта, мне задали точно такой же вопрос. И я не знаю. Я не знаю, в чём отличие ландшафтного архитектора от дизайнера. Я могу только порассуждать. Для меня архитектор – это, наверное, такое что-то более фундаментальное. Плюс ко всему архитектура – это какая-то глобальная вещь. И очень многие считают, что там… Ну, вообще, это передаётся с поколения в поколение. Мои родители не архитекторы. Мне кажется, я вообще первый архитектор в нашем роду. И в чём отличие? Мне кажется, дизайнеры, они более такой тонкой, что ли, чувствительной натуры. Архитекторы – они более фундаментальные. Может быть, в этом отличие. Вот у нас был опыт работы, мы прям эксперимент ставили. У нас есть наш друг прекрасный, архитектор именно, но по строительству, не ландшафтный. И мы ей, собственно, давали задание, что спроектируй пространство. Просто не зная растений, ну, сделай нам генплан, грубо говоря. И вот отличие архитектора от дизайнера, по мне, так в том, что архитектор, он больше мыслит пространством, объёмами, какими-то формами. Потому что дизайнер, он сразу на детали обращает много внимания. Ну, мне так показалось. А архитектор, он так, так, здесь вот будет что-то такое цилиндрическое. Здесь нам надо это преградить, здесь так, 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 здесь такая видовая точка. Мне кажется, ты сейчас описал мой способ проектирования, потому что я вижу именно формами. То есть я могу сказать, что да, когда ты заканчиваешь мархи, у тебя есть некий пробел в виде растений. То есть именно базу и дендрологию мне пришлось потом добирать. Я, на самом деле, этому обучаюсь до сих пор. А если чего-то не знаю, то я вообще иду и нанимаю специалистов, дендрологов. Но я вижу именно формами. И фраза, которую я очень люблю, что сад – это архитектура пространства. И мы вот, ну, как бы я именно проектирую через пространство, пытаясь его понять. Как человек, там, выйдя на террасу, куда он пойдёт, что он видит. И для меня и растение – это не что-то такое, там, когда рассвело. А я вижу именно формами. Квадрат, треугольник, куб, шар. Наверное, вот в этом какой-то есть отличие. Вот и выяснили. Ну да, в этом какое-то отличие. Самое главное, что я считаю, что каждый же по-своему мыслит. Может быть, даже не обязательно, мне кажется, есть какие-то и дизайнеры, которые тоже мыслят формами и потом уходят в детали. Но и детали я вот очень люблю. Но это, наверное, мой перфекционизм. Да, ну я знаю, наблюдаю и сталкиваюсь с тобой в работе, что ты очень детально как раз относишься ко всем мелочам, к выбору материалов, любишь сравнивать всё, отбирать. Это, на самом деле, такая приятная дотошность, мне кажется. Потому что я не скрою, что даже мы в наших проектах, подбирая, когда речь идёт о материалах, мы очень нередко делаем замену в процессе. И иногда вот эти согласования дополнительные, они вызывают временные затраты, какие-то дополнительные вообще, можно сказать, геморрой именно в процессе уже работы. Потому что заранее подобрать и сравнить вживую, это, конечно, очень многого стоит. Это не то, что многого стоит. Я вообще считаю, что этот процесс комплектации объекта, он у нас начинается на стадии эскизного проекта. Когда мы ещё только придумываем весь сайт и собираем свою идею, мы уже прощупываем материалы. Когда мы с уже готовым материалом, например, брусчаткой или клинкерный кирпич, банально возьмём, мы заходим в рабочий проект, то мы же ту же вертикальную планировку, все уклоны считаем относительно высоты. И когда ты заходишь на реализацию, а у тебя происходит замена, то это влечёт за собой огромное количество и пересогласований, и переделок. И главное, что это не все понимают. И в первую очередь клиенты или представители заказчика, которые говорят, нам нужно сэкономить какой-то бюджет, или мы не укладываемся в бюджет, и начинается вот эта замена. Я считаю, что вообще мы на этой замене теряем больше не только времени, но и финансово, поэтому так важно отдельно вот это всё прорабатывать. Мы сейчас, знаешь, в чём столкнулись с материалом из-за вот этих санкций. То есть у нас есть проект, который мы 2-3 года назад делали, люди приходят давать реализацию, мы такие, оп, а клинкер такого уже нет. Поэтому приходится иногда корректировать. И плюс ещё есть такой момент, когда люди, именно в лице заказчика, получая концепцию, получая проект, они не всегда глубоко проникают, вникают в этот проект. И то есть такие, ну да, нравится брусчатка. В каком-то разговоре может упоминаться стоимость, ещё что-то. Человек такой, да, вроде нормально. Когда он видит объём и такой, нет, это всё-таки мне дороговато, давайте искать замену. Слушай, ну вот по поводу брусчатки и санкций, помимо того, что труднее стало привести, могу даже вот на своём примере рассказать, буквально 2 недели назад к нам приехала долгожданная брусчатка. Из Грузии? Ну нет, не из Грузии, а из Германии. Клинкерный кирпич. И фабрика за 2 года поменяла размер. А нам надо было состыковать, потому что мы закупили первую партию, когда заказали вторую, всё произошло. И тоже, то есть тебе приходится выкручиваться, у тебя вроде бы похоже по цвету, но немножко разное по размерам получилось. Тоже очень интересный опыт, но нет задач, которые невозможно решить. А по поводу того, что заказчики не понимают, я стараюсь уже на стадии концепции сразу привозить пример. У меня, наверное, поэтому просто склад различных образцов, меня скоро, наверное, за это выгонят из дома. Отдельный ангар нужен. Да, отдельный ангар нужен. И я пытаюсь показывать, сразу рассказывать плюсы и минусы, и сразу же говорить о цене. И когда за... То есть тоже был опыт прошлого года, когда мы на стадии концепции рабочего проекта согласовали керамогранит, но спустя время, когда мы вышли на реализацию 24 февраля, и всё случилось, во-первых, выросло в цене, во-вторых, как бы заказчик что-то чуть-чуть поменяло уклон, мы поняли, что мы просто не проходим, укатимся вообще, то есть ничего не поможет. Мы поменяли, но очень красиво, на самом деле, бетонную ригельную брусчатку, но заказчик не вник в процессе работы, а когда мы уже положили всё мощение, у неё случилось, как же, бедные мои дети упадут, разобьют коленки, она же вся шершавая, а мы же хотели другое. То есть здесь тоже мы должны клиентам, наверное, нашим и заказчикам изначально объяснять и вовлекать их в процесс, потому что мы сады, это не так, что вы к нам пришли, мы с тобой что-то там придумали, свои хотелки, и эти хотелки реализовали, мы в первую очередь в этом саду жить не нам, жить клиенту. Поэтому если клиент, да, отстранённо себя ведёт и не вникает в процесс до момента, пока он уже не увидел готовый результат, ну, получится ерунда. А если он вовлечён в процесс, и все участники вовлечены, там, и архитектор дома, ну, то есть и адекватно подходят строители тоже к тому, что происходит, тогда это реально получится классный результат. И я пытаюсь всё время вот прийти к такой работе. Трудно, конечно, но пытаюсь. Ну да. Смотри, ты сейчас работаешь сама на себя, но у тебя был опыт работы в компании. Да, и не одной. Расскажи чуть-чуть. Рассказать чуть-чуть. Но, значит, изначально я работала, была компания «Ромбо Стайл», это Мария Бодня, и на самом деле это один из лучших моих опытов. Как и все творческие люди, Маша очень специфично, но тот момент, она научила меня насмотренности, то есть то, она настолько круто видела сады, и она показала, как важно не просто смотреть это в картинках, но и путешествовать. Именно тогда у меня родилось, что я хочу зарабатывать столько, чтобы в нужный момент просто ездить и смотреть сады, перенимать опыт других, смотреть, как другие ландшафтные архитекторы и дизайнеры создавали те пространства, которые мы все любуемся. Далее у меня был опыт работы в финской компании «Хонка». Я пришла туда помощником ландшафтного архитектора, доработалась до руководителя отдела, ушла в полном выгорании, потому что работать в достаточно бешеном темпе с командировками и, как все очень любят говорить, VIP-заказчиками, это на самом деле достаточно трудно, и, наверное, я тогда была не сильно к этому готова. Ты сейчас бы, наверное, уже не повторила. Нет, не повторила, и когда тоже пишут, очень многие говорят, что вот, мы хотим работать с VIP-клиентами, ну, бойте своих желаний, потому что VIP-клиент VIP-клиент урозеней. Это вот я тебе рассказывала. Я полностью с тобой согласен. Это просто больная тема для меня. Потому что у нас сейчас, в основном мы работаем в бизнес-сегменте, и когда у нас приходят премиум заказчики, это всегда отдельные просто какие-то эпичные истории, которые заканчиваются непонятно чем. Я их просто транслировать не буду, потому что такие они не очень приятные, в том числе в наш адрес. Это на самом деле просто удивляет иногда даже отношения людей в нашем современном мире, когда все вроде такие адекватные. Да, там бывают такие замашки, что мама родная. Ну, вот я с тобой полностью согласна. Это знаешь из разряда. Пятница вечер, тебе звонят и говорят, что вот если вы в понедельник не посадите и все, было много различных историй. Тоже я не буду описывать, но опыт есть, и когда я не хочу в него возвращаться, потому что я хочу от своей работы получать удовольствие. И после Хонки мы с Алексеем Саяновым, он позвал меня к себе, мы создали вместе ландшафтную мастерскую High Garden, где спустя время я стала сначала руководителем отдела ландшафтного, потом партнёром. Мы на самом деле спроектировали, реализовали очень крутой объект на Алтае, это частный сад. Вот совместно ещё с архитектурным бюро АБ Архитекс, по-моему, там два брата, ведущие архитекторы. Это был колоссальный опыт, потому что я буквально недавно нашла у себя записи, сколько я за один раз посадила в фур, количество крупномеров, и мне стало просто дурно. Я думаю, боже мой, надо ждать. Ещё и другой регион. И другой регион. Но это вообще другая история, потому что там я узнала, что такое работать с подрядчиками на удалёнке, что такое летать в командировке, что такое очень чёткое планирование, потому что ты не можешь там по первому звонку прилетать. И как это всё раскладывается, когда у тебя сначала два года идёт проектирование, потом три года реализация. Это классно. И мы выставляли этот объект на национальной премии, взяли бронзу. Я бы, кстати, никогда, мне кажется, об этом даже не говорила. У тебя есть в Инстаграме, по-моему. Может быть, да. Вот так мельком, да? Мельком. Я не любитель просто рассказывать. Когда выход, начинаю зачитывать свои регалии, не совсем про меня. Но это правда очень классный опыт работы. И вообще за всё, сколько мы, 5 или 6 лет вместе проработали, вот сейчас я могу сказать ему огромную благодарность за всё, что он мне показал. Даже вот там какие-то были у нас недопонимания, это всё равно классно, потому что благодаря этому сейчас я та, которая я есть. И это здорово. Истина рождается в спорах. Да, да, да. Слушай, ты упомянула про как раз премию, про конкурсы, хотела задать вопрос. Как ты к ним относишься вообще? Я, наверное, вот сейчас я бы уже не пошла в конкурсы. Я не очень в них верю, потому что всё равно, на мой взгляд, есть какой-то такой внутренний круг, где все, вот если даже выйти и посмотреть, каждый год одни и те же имена, фамилии, там лучший ландшафтный архитектор. Они очень классные, я не буду там говорить, что они какие-то, они реально классные, там есть чему поучиться, но у нас каждый год они просто меняются между собой. Там иногда приходят какие-то новые имена, но я не знаю, что нужно сделать, чтобы попасть, да, пробиться максимум. Причём, что мы несколько лет подряд участвовали, несколько лет подряд наши проекты занимали и бронзу, и серебро, но золото мы так и не взяли, хотя там комплименты мы получали очень большие от наших проектов. Я просто знаю, что некоторые заказчики, они именно ориентируются, даже не заказчики, а клиенты, то есть на этапе выбора компании, они ориентируются на вот эти регалии. Я знаю, что там некоторые к нам обращались, например, там изначально изучив компании, которые там именитые, да, там и с медалями с какими-то, вот, и мне кажется, не всегда ещё реальность с ожиданием может совпадать, потому что в конкурсах, ну, проекты там есть и реализованные, конечно, есть просто проекты, да, за этим же должна ещё стоять большая команда, которая всё это реализует, всё это сделает. Во-первых, во-вторых, ну, ты же прекрасно понимаешь, что у тебя есть эскизный проект, рабочий проект, потом у тебя несколько лет длится реализация, а потом ты года три ведёшь в сад, то есть ты за ним ухаживаешь, потому что у нас только через три года, там, может быть, и через четыре, то и пять, видна та картинка, которую ты придумал. И, ну, то есть там плюс-минус, если это какой-то крупный объект, то тебе надо семь-восемь лет подождать, чтобы потом показать этот сад. За это время что-то может устареть, это нормально, что-то может выйти из моды, то есть ты не... Ну, то есть я очень редко встречаю то, чтобы там на десять лет ты мог предугадать что-то, показать. Здесь такой вопрос. Не знаю. Плюс ко всему, когда пишут одну фамилию, ну, бренд — это классно, бренд работает, но даже вот взаимодействуя с тобой на объекте, я могу сказать, что ты — это и команда твоя, которая очень крутая, и я не одна работаю. Ну, то есть я могу сказать, что тоже команда очень важна. И когда скрываются фамилии, я лично это не уважаю. То есть я за то, чтобы вы прям говорили, мы работаем вот там командой. Да, да, это важно. Ну, опять же, про уход сдаются объекты. Вот у меня последние, ну, наверное, два года это отдельная боль, уход. Вот мы пробовали создавать как раз отдел садовников, чтобы нас ухаживали там. Не очень всё сложилось, потому что география очень большая. И вторая причина, помимо того, что тяжело людям работать, это то, что заказчики, к сожалению, не ценят труд именно вот этого ухода. То есть они такие, да что там сорняки пропало, да что там подрез, да я сама там подрежу, да я сам там что-то, не знаю, там подкормлю, обработаю. И с этого года, даже с того года у нас получается есть штатные садовники, которые ездят, обслуживают конкретные объекты. Из всех наших реализованных объектов у нас есть буквально 2 или 3 кейса, когда люди реально ценят, когда люди реально готовы отдавать деньги за то, чтобы к ним приехал специалист с образованием, со знанием, с опытом, с хорошим инструментом, который у нас там просто если всё в сумму сложить, можно купить ещё один хороший автомобиль, ну вот. И реально остальные объекты на некоторые смотришь, и ты задаёшься вопросом, а зачем вы вообще сад делали, если вы за ним не ухаживаете? Это же не вот я беру столько-то миллионов, вкладываю в сад, и он меня радует всю жизнь, да. Это ещё нужно как бы, ну вот купил машину, делай ТО, да. И ТО можно делать в нормальном сервисе, а можно там самому пытаться колёса менять, и масло там вообще не трогать образно, колодки вскрепят и скрипят. Примерно то же самое. Дима, да, я считаю, что это вообще очень большая боль, непонимание того, что растение – это не мебель. То есть нельзя просто прийти, там выбрать, так вот купить, и оно вот, ты его поставила, оно растёт. Я недавно там сама собой как раз рассуждала, что… И думаю, как же донести до заказчиков, ну вообще до клиентов и до заказчиков, что растения – это живые организмы, они также болеют, они требуют любви, они требуют вашего внимания, энергии ухода, и если у вас нет на это времени, то наймите специалиста. То есть, ну, мы же, ну, я как девочка могу сказать, я же не иду в Шарашкину контору делать маникюр, да? В подвал. Да, ну, в подвал какой-то, да. Мы же хотим ходить в там хороший салон, где у тебя сервис, где у тебя там клиент-ориентированность, точно так же, как, ну, и здесь. Но, не знаю, может, это бич, конечно, нашего времени вот это вот урвать, и наша задача, наверное, воспитывать клиента. И я думаю, что если мы будем как можно больше рассказывать и это транслировать, и год, два, три, повторяя постоянно о том, что растения живые просто, это настоящие живые организмы. И если, то есть нельзя пойти в лес, выкопать, посадить, оно приживётся, это не работает. Ну, вы же, когда отрезали палец, вы же сами себе его не пришиваете, он потом не будет функционировать, вы идёте к специалисту, ну, там, к хирургу, да, который вам пришьёт. Точно так же и с растениями. Не знаю, мне кажется, у нас немножко профессии недооценённые, бизнес недооценённый в том плане, что он очень большой, масштабный, достаточно сложный. И когда клиенты к нам доходят, они просто, наверное, уже устают от строяки. Я же когда им говорю, что ещё... От строяки — это отдельный ад. Да. И ещё везде там хотят обмануть. Я буквально вчера показывала с бетоном. Ну, да, да, я видела, я как раз, да, думала, да, это вообще самое вот, ну, больное. И это тоже вопрос. Ну, к тебе же когда люди... Ну, то есть ты же не обманываешь, когда к тебе приходят. Ну, то есть ты понимаешь, что если ты обманешь хотя бы один раз клиента, к тебе не вернутся. А сарафанка действует молниеносно. И мы вообще за счёт честности... Ну, то есть я считаю, что мы выживаем за счёт честности. Я и начинающим говорю, что не надо скрывать, говорите, да, я начинающий, потому что придут ваши клиенты, которые готовы работать с начинающими. И точно так же, как и со строителями. То есть это, не знаю, какой-то вопрос уважения, экологичного общения. И я очень верю, что мы когда-нибудь к этому придём. И чем больше нас будет таких честных, экологичных, тем будет лучше этому транслировать. Не хочется, конечно, знаешь, что называть. Вот он нечестный, там, тыкать пальцем. Но, к сожалению, есть. Есть, совершенно есть. Но, тем не менее, вот здесь, знаешь, ещё очень тонкая грань, по моим наблюдениям, между честностью исполнителя и всё равно некой такой вот алчностью заказчика. Потому что бывают такие ситуации, к сожалению, они очень редкие в нашей практике в последнее время. Особенно, то есть, там, наверное, за счёт ведения блога, за счёт какого-то, какой-то трансляции того, что мы делаем, у нас этого стало гораздо меньше. Но до сих пор иногда встречаются такие люди, которые вот видят, что, ну, знаешь, вот здесь меня там обманули, я не знаю, там, фундамент не так залили. А эти ребята готовы, наоборот, своё доложить, лишь бы хороший продукт получился. И они начинают немножко этим пользоваться, к сожалению. И вот здесь вот, на мой взгляд, очень важно ставить границу. Границу. Что даже есть такие судебные практики, ну, то есть, в интерьерах, когда есть вот этот терроризм. Я лично с таким не сталкивалась. Но, да, все хотят, как бы сейчас я ищу. Раз ты согласна, я тебе ищу. Да, да. Тоже мне такую фразу сказали, что, ну, кобыла везёт, поэтому будем складывать ей в тележку. Но раз они согласны делать, сейчас я им ещё доложу. Вот у нас сейчас такой этап идёт на объекте. Да. Просто прям конкретно реализована часть, да, там надо добить всё. И, ну, происходит, ну, некоторые такие, знаешь, затыки. Как ты с этим справляешься? Слушай, честно говоря, на самом деле решение, оно достаточно простое. То есть, как бы закрыть тот объём работ, который уже подписан, за который мы уже взялись, и сделать большую паузу, то есть, обсудить дальнейшие условия. То есть, если условия всех устраивают, продолжаем работу, там, после завершения каких-то строительных работ, например, ну, чтобы никому не мешаться, потому что там всё упирается в стройку. Вот. Мы сделаем вчера, а послезавтра там до сих пор никого нет, и ты стоишь, ждёшь, у тебя идёт время, у тебя идут работы вяло, просто потому что ты приводишь бригаду, ты без согласования там что-то не можешь сделать, например, и ты упираешься в то, что ты просто, ну, теряешь прибыль, да. Нужно и команду кормить, и фирму развивать, и себя в том числе, да, там, и семью, и прочее. И вот это, к сожалению, оно всё равно тоже бывает. Вот. И с этим, ну, я не знаю, только, наверное, вот предупреждать именно в те моменты, когда кризис. Кризисный, но, мне кажется, ещё о каких-то своих границах нужно изначально говорить и какие-то вещи показывать. Ведь вот этот терроризм, он, ну, то есть он бывает иногда и в проектировании. Когда мы заходим там работать с клиентом, я вообще за вин-вин, то есть мы на равных, я не обслуживающий персонал, я ландшафтный архитектор, которого вы нанимаете, и мы работаем над проектом совместно. И я из тех, кто я очень люблю, иногда сделаю чуть-чуть больше. Ну, то есть я кайфую от этого. Пусть там будет в подаче, в каких-то деталях, в каком-то своём перфекционизме, но когда начинается ещё, а ещё давайте вот тут чуть-чуть, а ещё вот тут чуть-чуть, а ещё вот тут чуть-чуть. Вот именно поэтому там я в прошлом году тоже, как и ты, и Катерины, я переделала все договора. Все полностью, я всё разбила на этапы. И теперь я просто прям очень чётко уже в коммерческом предложении показываю, что входит в мою работу. То есть и за пределы этого, ну, будьте добры. То есть мы же, вы покупайте время, а время стоит дорого сейчас. Слушай, у меня сейчас такая стадия, знаешь, что мы договор переделали, и договор переделали, речь идёт про договор на проектирование, потому что мы столкнулись с неприятной ситуацией со стороны одного клиента. И реально, то есть досудейки, ещё что-то, мы сделали очень мощный договор в нашу сторону. И мне, знаешь, сейчас как будто бы даже неловко перед некоторыми клиентами. Я такой типа, да нет, мы работаем как работали, у нас всё остаётся. Просто вот так сложилось. И самое интересное, что подписано сейчас после этого случая порядка четырёх договоров на проектирование. И все такие, да, мы в курсе типа этой ситуации, да, нормально. То есть у нас вообще сейчас за концепцию стопроцентная предоплата. Ну, я, кстати, ну, я ещё не беру стопроцентную предоплату, у меня разнятся проценты. Я беру либо 70, либо 80, зависит от того, как бы на какой объём работы захожу. Но тоже я ещё два года назад или в прошлом году с одной из коллег мы заходили в совместный проект к заказчику. И мы тоже запрашивали уже 100%, потому что когда ты, то есть ещё нет доверия, человек не идёт там на какие-то компромиссы, но проще, да. Ну, у нас тоже 80 на 20 было, то есть 80-20. Ну, опять же, человек, когда обращается за концепцией, это же первый этап наших отношений, он получает всё равно готовый альбом. Да. Вот, и дальше уже идут какие-то корректировки, то есть мы можем откорректировать генплан, можем там что-то поменять, ещё что-то, да. Но у нас доходило до того, что некоторые как раз вот там, типа, давайте 4 раза, давайте 5 раз уже, ну, какие-то по мелочам. Мы прописали чётко, что две корректировки генплана и одна полная корректировка эскизного альбома. Ну, я могу тебе сказать, у меня это уже в коммерческом предложении, то есть ещё даже не в договоре, ещё на стадии, да, коммерческого предложения, я очень чётко прописываю, что планировочное решение, сколько вариантов, то есть в зависимости от проекта или объекта. Я смотрю, хоть, ну, то есть реально ли там сделал два варианта, либо я делал один вариант, но я прописываю количество корректировок, и я в коммерческом предложении вставляю уже график работ, чтобы заказчик тоже понимал, когда у нас, какие дни согласований, когда у нас могут быть корректировки, чтобы не было там, я тебе сегодня заплатил, а завтра ты мне уже выдавай полностью альбом. Да, или в субботу вечером позвоню и что-то... А, нет, это вообще любимое. А в воскресенье в 23.05, это же вообще, вообще моя самая любимая. Мы прописали тоже и время, и всё, то есть у нас и общение там в мессенджерах, и какое время, что мы просто, опять же, есть такой момент, то, что у нас всегда в договоре было прописано рабочие дни, вот, но почему-то всё равно как-то, наверное, мало на это внимание обращают заказчики, они такие, типа, а что, где проект, там прошло 20 дней, например. Мы говорим, ну, извините, это рабочие дни, хотя мы, у нас обычно концепция делается, ну, там, в месяц мы укладываемся вообще, но для перестраховки всё равно мы там ставим, типа, 21 рабочий день, например, на создание концепции, на рабочку тоже в зависимости от объёмов, да, там ставим рабочие дни. И тоже важный момент болезни, там, заболел с температурой, слёг, да, какие-то праздники там или ещё что-то, то есть у нас вот эти все моменты, они не были прописаны, потому что реально работали на доверие, договор есть, он достаточно такой базовый был, всё спокойно, всё хорошо, но, к сожалению, нашлись те, кто решил взломать систему, и я им искренне благодарен, если они смотрят наш выпуск прям от души. Ну, да, то, что мы просто докрутили договор, и после этого мы сейчас ещё и на реализацию всё подкрутим, потому что это не меняет наших принципов работы, то есть мы как работали, так и работаем, как готовы дать чуть больше, как ты говоришь, потому что это реально самому приятно, я всегда за хороший продукт, то есть я рассказывал неоднократно, мы не делаем скидок вообще, да, то есть мы не делаем скидки, но в каких-то частных ситуациях мы можем, например, там, какое-то более дорогое растение уложить в смету, просто потому что нам хочется вот этой картинки, да, то есть мы понимаем, что ладно, как бы там на общем объёме, заказчик даже об этом зачастую не знает, то есть мы сейчас вот, Диана Евгеньевна поехала отбирать растения тоже, и у нас там, ну, такая история, что мы купили большую там иргу, например, да, там, три ещё каких-то поменьше, и у нас эта ирга по рынку, я не знаю, там, раз в пять, наверное, дешевле, ну, просто, и мы заказчику такие говорим, да мы вам, ну, как есть, посадим её реально, потому что, ну, хочется здесь её видеть, она такая большая, объёмная, классная. Ну, вот это и есть некая клиент-ориентированность, согласен, тот сервис, который, в принципе, хочется оказывать заказчикам, которые, ну, и к тебе идут, ну, там, с любовью. Да, да, абсолютно. Почему, да, я и говорю, что очень важно вначале познакомиться, вот там, кто-то меня спросил, почему ты раздаёшь объекты, я говорю, я не раздаю объекты, я могу клиенту в первом телефонном звонке честно сказать, что помимо меня посмотрите ещё других специалистов, потому что нам работать не один год совместно, вам должно быть со мной комфортно, то есть, и я уже считаю, что по тому материалу, который я присылаю там в первом знакомительном письме, уже понятно, что мне надо там творчество, структура, красота, мне надо, чтобы было всё по полочкам, у меня там всё по графику. У какого-то человека другой подход, и, например, заказчик, который любит жить в неком хаосе, ему со мной будет тяжело, и мне будет с ним тяжело, и я не боюсь потерять таких, и я думаю, что вот эти вот моменты, они и складываются. А по поводу клиента ещё ориентированности и сервиса тоже хочется обезопасить, и ты вот рассказывал про время, что в договоре прописали, здесь я тоже согласна, потому что почему-то у многих клиентов ощущение, что мы работаем, мне кажется, 7 дней в неделю, 24 на 7, и у нас такое ощущение, что у нас там нет семей, не знаю, родителей, и мы не должны не отдыхать, и вообще вот если ты в сезон вошёл, то ты как паровоз прёс, но если у тебя нет сил, ты не можешь создать какой-то шикарный объект, вложиться в это, и вообще там, ну там, творческому человеку или кто проектирует, достаточно трудно вообще генерировать идеи, когда ты, как я говорю, загнанная кобыла никому не нужна, да. Да, и должно быть понимание, что у нас тоже есть выходные, и что там 8 утра на объекте в воскресенье, но это надо быть, очень любить и заказчика, и объект, чтобы приехать. Видишь, мы тут, наверное, сами ещё немного виноваты, потому что, типа, сезонность, надо сделать побольше, надо успеть, и вроде бы, да, заказчик хороший, объект хороший, надо приехать, надо это, 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 и я этим вообще максимально грешен. Я знаю, я тебе всё время кричала, что выходной должен быть, да-да-да, у меня по-виде даже где-то есть, где ты обещаешь, что он... У нас по воскресеньям реально выходные сейчас. Не могу сказать за себя, что у меня каждое воскресенье выходной, потому что он у меня, получается, плавающий, но я стараюсь хотя бы раз в две недели, прям конкретно, знаешь, вот отоспаться, ещё что-то. У меня тут случилась такая интересная история, я что-то немножко приболел, и я понимаю, что у меня прям, знаешь, такое депрессивное состояние, прям накатило вообще максимально, то есть у меня вообще ничего не охота, не общаться ни с кем, звонки раздражают, всё. Знаешь, что мне помогло? Что? Я просто тупо поспал в субботу. Я лёг, выключил телефон, и с 12 до 16.30, 4,5 часа я просто спал. Я проснулся такой, ничего себе, мир приобрёл новые краски. Слушай, ну вот это тогда возвращается к моей любимой теме, теме планирования, потому что я очень, ну как бы я говорю, что всегда, что планирование, даже работа, должно начинаться с того, что ты сначала планируешь свой отдых. Хотя можно официально признаться, что я вот за прошлый сезон не допустила эту ошибку, в момент, когда я прям готовилась к тому, что всё, сейчас я сдам, я точно поеду отдыхать. Я так и не отдохнула, я просто снизила темп, но я хлебнула потом с головой. То есть вообще вопрос выгорания для творческих людей – это очень больной вопрос. Согласен. Тушу пожар. Всё время выливаешь. И режим важен. И если, кстати, вот я очень люблю слушать тоже подкасты с различными бизнесменами, которые, ну прям, обороты делают, огромные, у которых большая команда, и почти каждый из них говорит о том, как важен режим. Без режима ты никто. Ну, то есть ты можешь, конечно, напрячься и выдать из себя, когда нужно что-то, но либо ты возвращаешься потом в режим, либо ты просто затухаешь и выгораешь. А если у тебя нет режима, и ты на последних каких-то силах идёшь, у тебя нет мотивации, ничего. Так, если касаться руководства компании и руководства коллектива, здесь же вообще человек, он должен быть флагманом. Солнцем. Да, и когда он гаснет, а я в этом году испытал это максимально, то есть я как бы стараюсь там не показывать это, но проблема выгорания, она со мной уже там, не знаю, ну третий годная. То есть, знаешь, я хожу по грани, вот так вот, по тонкому льду, то есть я довожусь до вот этого состояния, понимая, что что-то нужно менять, вот, начинаешь менять, как бы добавлять каких-то эмоций, но у меня, знаешь, проблема какая? Я начинаю себя самопожирать, типа то, что, блин, я сейчас отдыхаю, а команда трудится, типа, ой-ой-ой. И вот это мне, конечно, я с этим тоже пытаюсь балансировать, потому что я понимаю, что даже когда команда отдыхает, например, по воскресеньям, да, я-то не отдыхаю, всё равно у меня, даже если я дома, даже если я чем-то занят, у меня всё равно в голове постоянно этот круговорот событий, то, что там, да, чего, когда, с кем, почему, вот. И вот это делегирование, оно помогает решить проблемы, но здесь, знаешь, вторая возникает проблема, это трудоголизм, то есть когда у тебя частичка от тебя освободилась, ты такой, вау, чем бы её занять, давай ещё что-нибудь, давай ещё какой-нибудь проект, ещё что-нибудь. Я не понимаю, потому что я, честно, я сегодня как раз говорила своей помощнице, с кем мы, кто помогает мне вести социальные сети, в принципе, и выпускать такие там чек-листы, продукты, я прям, я официально говорила, что, слушай, я чётко поняла, что я трудоголик, а трудоголизм, простите меня, это как алкоголизм, это на самом деле болезнь, и вот я тебя прекрасно понимаю, я даже когда тут, ну, то есть слегла с температуры, я не смогла просто полежать, поспать, я реально там заточила ноутбук себе в кровать, и что ты делал, тут надо порисовать, здесь надо попридумывать, но я себя теперь торможу, прям торможу, и стараюсь рефлексировать и пытаться понять, что, ну, как бы помимо работы должны быть ещё какие-то другие краски жизни, иначе ты не можешь. Я даже тебе могу яркий пример привести, мы гуляли в начале мая просто с молодым человеком, мы настолько классно провели день выходной, господи, мы в субботу гуляли, и вот я после этого, один день отдыха, мне дал три дня такого заряда, что я придумала новую подачу, я её тут же реализовала, у меня разрешились и вопросы с планировкой, которая у меня не рождалась, так что у меня заказчик, он такой, Таня, что с тобой? Я такая, я один день отдохнула. Поэтому нет, вопрос отдыха, он просто обязателен, и без него, ну, как бы никуда, я бы вообще это, не знаю, где-то в законодательстве прописывала, что... Там прописано, на самом деле. Там прописано, ну, это дамы, да. Даже для водителей, знаешь, что определённые часы, можно ехать за рулём. Да, да, вот, в том-то и дело, иначе у тебя теряется фокус внимания. Но у меня, знаешь, какое ещё достижение есть? Я завёл личный телефон отдельно. Ну, видишь, а я сегодня об этом заговорила. И в воскресенье я выключаю свой, который все знают, я просто его выключаю и в понедельник проверяю. Ну, правильно. Ну, тяжело даётся, я иногда так подглядываю всё равно. Но сегодня вот перед подкастом там тоже заглянул, мне там пишутся, я такой, блин, сразу сбиваешься, знаешь. И вот лучше вообще вот просто его убрать, и всё. Всем близким сказать, вот мой личный, если какие-то проблемы, вопросы, или там срочно совсем дело, вот звоните. Слушай, я ввела себе немножко другую практику. Я просто в последнее время понимаю, что у нас даже проблема не столько вот в планировании, сколько проблема во внимании и в фокусе внимания. Когда нет фокуса, ты не можешь выдавать качество. Я сейчас про, например, проектирование концепций. И когда ты там сидишь над проектом, пытаешься придумать идею, ты набрал на себя уже много всего, ну, в плане идеи, тебе вот надо сейчас разродить что-то гениальное, гениальное, у тебя тут звонки, то тебе одно, то другое, то третье, то пятое. Ты не можешь этого сделать. Я теперь, когда проектирую, я просто отключаю телефон. Всё. Меня нет хотя бы там на 3-4 часа, и я убираю вообще все, ну, то есть ни интернета, ни телефона, полнейшая тишина. Белый шум. Да. И вот тогда рождается. И это как бы, это работает. И теперь я практикую это. Вообще я после времени думаю, ну, раньше же мы как-то жили без телефонов. Без интернета. Да, ну и без интернета, и вообще всё придумали. Больше книжек читали. А сейчас... И время, казалось, больше было. Да, да. Вот сейчас такой вот реально нонсенс, что есть телефоны, есть машины, есть такси, какого угодно класса, да, там самолёты, всё что угодно, любой вид транспорта, общения, социальные какие-то все штучки, и времени вообще нет. Просто раз, и всё пролетает. А потому что очень много факторов, которые нас отвлекают. Смотри, мы же, ну вообще, то есть у нас куча отвлечений. То есть ты даже иногда залезая, там, в телефон проверить, не знаю, почту, да, можешь зависеть на полчаса, потому что ты один, второй, третий чат, ещё что-то. У нас вообще там мы начинаем какой-то впрок что-то, не знаю, покупать курсы впрок, ну ещё, то есть какой-то переизбыток вообще информации. Я сейчас за диджером минимализм, вообще за минимализм, я это очень чётко осознала по прошлому году, и в прошлом году себя нагрузила обучением так, что в этом году у меня ни одного курса. Ну то есть я не то, что я даже не смотрю и не покупаю, потому что всё, всё, что я прошла, я поняла, что если я сейчас буду ещё покупать, всё, что я там изучила, я даже применить это не могу. И вот этот раз фокус, он тебе не даёт роста, а если ты в фокусе, ты начинаешь расти. Поэтому вот этот вопрос внимания, фокуса внимания, он очень важен, поэтому прям минимум всего. И классно, когда ты можешь позволить себе отключить телефон. Мне кажется, скоро все психологи будут зарабатывать очень много денег, решая вот эти вопросы. Выключить телефон, всё окей будет. Да, выключить телефон, всё будет хорошо, да. Слушай, вот про проекты заговорила, как раз ты выключаешь телефон, проектируешь. Что для тебя ландшафтные проекты, вот вообще концепция, рабочка, как это всё у тебя строится, как это всё происходит? Ну, вообще до концепции, до рабочки, до всего. Сначала объект, его анализ, территория, изучение контекста и изучение заказчика. Вообще для меня проект начинается с заказчика. И я очень часто говорю, что для меня очень важен этап именно знакомства, когда мы вступаем в диалог. Иногда мы общаемся через картинки, есть заказчики, которые пишут письма. Они пишут письма своей мечты, что там хотят мыть посуду с видом таким-то, или там у них ассоциации с детства с таким-то запахом. И вот собирая вот эти все элементы, я начинаю себя наполнять. Причём, что каждому заказчику я стараюсь заходить таким пустым сосудом, пытаться проживать его жизнь, его территорию, чтобы создать именно то, что он хочет. А дальше уже идёт стадия концепции. На ней я стараюсь после наполнения отключиться от внешнего мира, чтобы родилась та идея, которая нужна. Там тоже у меня бьётся на несколько стадий. Иногда я согласовываю планировки, и мы выбираем вариант. Иногда я сразу иду в мастер-планы визуализации. Всё зависит, правда, от клиента, потому что есть те, которые доверяют, и ты вот там можешь долго просидеть, думать, прислать и думать, ну сейчас он будет согласовывать. Он тебе за пять минут... Мне всё нравится, идём дальше, да. А есть те, которые начинают, что нет, давайте ещё вот тут попробуем, вот эту детальку, а мы вот здесь камень, а давайте дерево на пять сантиметров подвинем. Подвиньем, и ты пытаешься объяснить, что ну вот сейчас здесь нарисовано такое дерево, а когда мы с вами поедем выбирать, это может быть что угодно. Поэтому вот эти вот пять сантиметров туда-сюда, они не играют роли там уже, шире. Поэтому с кем-то концепции, это вот там 20 рабочих дней, 15, иногда 30, в зависимости от объёма. Но у меня есть концепция, которую мы уже делаем больше года. Заказчик уходит, он думает, потом возвращается, мы что-то опять меняем, потом поменялся фасад, там, не знаю, мне кажется, скоро он станет дедушкой. Ну я, конечно, образно говорю, может быть, и не станет дедушкой. Но просто это так растягивается, что ты теряешь запал интерес. И следующий этап, после того, как мы подписываем концепцию, вот собираем всю идею, дальше я ухожу в рабочку, не одна, совместно с Мариной, мы с Мариной работаю. И вот там как бы происходит вот этот кайф, когда ты прощупываешь совсем детальки. Вплоть там, как показал последний объект, мы работали совместно с технодзором, нам пришлось немножко доработать рабочий проект. Я считаю, что это так круто, потому что теперь я понимаю, зачем нужны разрезы, чтобы чётко понимать, где у тебя идёт ливнёвка, дренаж, где вот это заземление, зачем это всё нужно, как встают столбы по электрике, всё-всё. Но всех этих деталей ты не можешь продумать, если ты не имеешь опыта в реализации. И я теперь понимаю, что это, конечно, здорово, но пока ты вот сам не прошёл, вот в сапогах всю эту грязь, не заглянул в каждый колодец, не провыкладывал камни, не посмотрел, не позадавал вот так вопросы технодзору, а почему мы вот так делаем. Поэтому я говорю, что любопытство, это самое главное качество, невозможно сделать хороший проект. Тебе больше нравится концепция, этап или рабочек? Честно, мне всё нравится. Я всё, я могу сказать, что мне нравится и управлять, как бы бизнесом, и строить бизнес-процессы, их прописывать, собирать вот эти кэшло, ОПЛ, смотреть, как заходят заказчики, ищу посмотреть, какие-то маркетинговые направления истории. И в определённый момент у меня приходит, я понимаю, что нет, вот я вообще хочу сама визуализацию рисовать, не хочу никому ничего отдавать, вот сейчас я хочу так. Бывают моменты, когда я могу сидеть и раскладывать раскладку и смотреть, там, как кирпичик повернётся лучше. Чисто творческий подход. но и реализация тоже. Мне нравится, ну, не всегда, когда хорошая команда, мне и реализация нравится. Поэтому выделить какое-то одно направление, я понимаю, что я вот не могу. То есть мне реально всё нравится. Но сейчас я вот на том этапе, когда я понимаю, что мне надо сделать выбор, иначе я просто не могу масштабироваться. Слышно. Смотри, твой продукт, по сути, это проект. Да. Когда у вас проект готов, вы уже сталкиваетесь с командой подрядчиков, которые будут его реализовывать. Здесь интересный момент, это авторский надзор. Авторский надзор, комплектация и... Управление проектом. Управление проектом. Ну, есть ещё генподряд. Значит, с чего начать? Давай с авторского надзора. С авторского надзора. Но если смотреть юридически, то авторский надзор, это ты приезжаешь и просто смотришь, что твоя идея красиво реализовалась так, как ты её придумал. Творчески, опять же, да. Творчески просто. То есть ты не решаешь вопросы подбора подрядчиков, ты не решаешь вопросы заехал, не заехал, у тебя КАМАЗ, ты там... Вот ты вообще этих вопросов не решаешь. Это авторский надзор. И, соответственно, здесь вот этот нюанс ответственности, он минимальный. Да, он минимальный. Управление проектом, я считаю, что это когда ты заказчику предоставляешь выборку из подрядчиков. Ты не несёшь ответственности за подрядчиков, но ты показываешь заказчику, ну, то есть ты, например, взял 3-5 компаний, кто занимается реализацией, провёл у них анализ, запросил графики, сметы, цены, ты всё это посмотрел, ты выдаёшь, что заказчик говорит, что мы реализуем вот с этими ребятами, там они классные. Но именно заказчик делает выбор, и заказчик принимает решение, и это за заказчиком ответственность, с кем он начал работу. Не архитектор там несёт ответственность за то, кого он предложил. Это управление проектом, и ты только здесь координируешь. То есть ты можешь объяснить нюансы по рабочей документации, и ты общаешься там не с каждым таджиком, который копает, у тебя есть представитель лицо, и вы совместно смотрите, укладывается он в график, не укладывается там, ну то есть на каких-то моментах. Это управление проектом. Агент подряд – это когда ты берёшь на себя всю ответственность. За всех подрядчиков, за все доставки, за все пропуска, за пустили-не пустили КАМАЗ, приехал-не приехал, долили-не долили тебе бетон. Это всё полностью твоя ответственность. И это всё разные цены, разные проценты от сметы, или там разная цена за месяц. Все по-разному считают. Здесь надо смотреть просто по времени и трудозатратам. И комплектация – это вообще… То есть почему-то это очень развито у дизайнеров интерьеров, и те, кто занимается вообще там домом, архитектурой, стройкой. Но почему-то это у нас как-то куда-то съедается. Все почему-то думают, что если ты взял авторский надзор, то ты уже и комплектацию на себе потащил. А то, что ты, прежде чем выбрать правильное мощение, не знаю, обзвонил 50 компаний, запросил ещё там 100 материалов, образцов, потом у всех счета, потом ты приехал, там, нужного ли размера, это же на самом деле огромная работа. И это не только мощение. То есть мы подбираем мощение, светильники. При этом, например, комплектацию по растениям, я считаю, что надо выделять в отдельное вообще, вот всё, что связано для меня с растениями, это отдельный блок. То есть есть стройка, есть отдельный блок по растениям. Растения — это вообще отдельная история? Это отдельная история просто. Просто, да. И вот, например, тоже, когда мы с тобой реализовывали наш секретный объект, о котором нельзя рассказывать никогда нигде и никому, с чем мы с тобой столкнулись? С тем, что была вилка по срокам, когда мы должны были зайти, и вот всю эту вилку, там, по-моему, не 10 было рабочих, ну, там около двух недель, но неважно. Все эти 10 дней я объясняла заказчику, что он говорит, почему не выходите? Мы подбираем растения. То есть им с ним прям пришлось как бы общаться с ним, с представителем, с юристом, всем объяснять, почему мы вот не вышли в тот день, когда всё было сказано. Причём отбор растений зависит, во-первых, от сметы, во-вторых, от предоплаты, и в-третьих, от наличия, это когда мы говорим про сезон, это наличие в садовых центрах, потому что питомники не копают в этот момент. Соответственно, в садовых центрах уже цена чуть выше, чем если напрямую с питомников брать. И самый вот этот момент, у нас вот в смете есть графа, это транспортный расход. И понятное дело, что в сметах по посадкам она достаточно большой объём занимает. И у нас все всегда возмущаются, почему такая сумма за транспортные расходы. А сколько человек ездит, отпирает, сколько точек объезжаем. То есть у нас этой весной мы предварительно делали трип по центральной России, можно сказать, то есть и в Липецк, и Тулу, и там, куда только не ездили, это всего лишь было, я не знаю, процентов 30, наверное, то, что я там во влоге показал, вообще мы съездили, посмотрели, потому что до сих пор, сейчас у нас конец мая на момент съёмок, да, мы до сих пор комплектуем объекты, до сих пор ездим. И это реально такой колоссальный труд. Вот, поэтому комплектация это отдельная услуга, и помимо вот там растений и мощений, ты всё равно ты подбираешь светильники в связи с новыми условиями, тебе приходится на самом деле тоже очень много всего перелопатить и посмотреть, что качественно, некачественно. Это мебель садовая, да даже костровые чаши, какие-то вещи, то есть это, ну, это колоссальный объём работы, на самом деле по времени комплектация, у дизайнеров интерьера это вообще отдельный человек, а у нас почему-то у многих сам спроектировал, сам сижу со счетами, это же надо проверить, правильно ли выставили счёт, прошла ли оплата, туда чеки, сюда чеки, и что ещё важно, что комплектация это не откат, то есть это не какой-то процент, комплектация это работа, которая также оплачивается и она ведётся по отдельному договору. У нас как заказчик говорит, вы же там по-любому типа скидки имеем, я говорю, да, у нас есть нарастение скидки, профессиональные, наработанные годами, это часть нашего заработка, если убрать эти скидки, тогда давайте я вставлю в графу сметная прибыль, сметная прибыль, и честно буду выставить, то есть вы тогда будете видеть, нет, я конечно здесь за честность, и честно говорю, да, есть, но я нигде не накручиваю, поэтому я тогда честно буду прописывать, конечно, вот пожалуйста, идите сами купите, без проблем, мы от розничной цены вам там типа, вот так же считаем смету, но фишка-то в том, что вы скорее всего поедете и купите не глядя, да, то есть какое-то дерево, у нас сколько раз было, ну, такая ситуация, вот допустим ставим липу там 3 метра, там 16 сантиметров обхвата, я не знаю, образно, цена допустим там 45 тысяч, опять же образно, заказчик говорит, а я в интернете за 12 ношу, ой, это мой самый любимый, мы говорим, а вы ее видели? мне прислали фотки, он говорит, ну, я говорю, съездите, посмотрите, там либо дупло вот такое, либо это вообще прутик, он да, он будет 3 метра, может быть, да, может быть даже обхват, но там, да, три палочки, что-то там откуда-то привезли, где-то на стоянке повалясь, вот эти моменты, они как раз вот эта скидка, она не везде большая, то есть где-то 5%, где-то там 15%, где-то чуть больше, да, то есть она варьируется, но мы, вот, ну, я за себя говорю, то есть за свою компанию, мы когда реализуем объект, у нас ситуация вот была, например, мы сажаем яблоню заказчице, она стоила на тот момент, это 3-4 года назад было, казалось, баснословный день, какие-то там 170-190 тысяч, ну, хороший зонтик из Европы, мы его посадили в осень, а весной она не вышла, и знаешь, сколько эта яблоня стоила уже весной, следующего года? 300-200, 300, да, в два раза дороже, и почему мы, ну, даем гарантию против, причем, федерального закона, потому что федеральный закон гласит о том, что обмен, возврат растений не производится, ну, то есть, как бы, опять же, садовые центры, которые не очень добросовестные, они на этом тоже, бывает, зарабатывают, да, то есть они продали, типа, ну, и все, как бы рекламацию не применяем, не принимаем, и здесь мы берем на себя ответственность, что мы эти работы выполнили, этот материал мы сами не выращивали, мы его купили, посадили, и если он вдруг сдох, вы не забывайте про гарантию, ну, гарантия, конечно, там есть тоже нюансы, то, что нужно ухаживать обязательно, то, что там автополив и прочее, но тем не менее, мы на себя вот эти риски возлагаем, и если убрать, вот я всегда, с точки зрения бизнеса, да, и маржинальности, если мы вот эти скидочки убираем, если еще и транспортный сократить, который мы тратим четко, чуть ли не в минус, там, на вот эти разъезды и подбор, ну, и смысл тогда работать, я вообще не понимаю, как вот некоторые, знаешь, там, за 30, за 20 процентов, там, вот, хапужники, есть такие бригадки, типа, которые приехали, что-то посадили, я не понимаю вообще, как. Я тоже этого, ну, я сейчас не понимаю, точно так же, как и вы идете за качеством, зачем тогда вот, ну, вот эта вот мелочь, ну, то есть эти 10 процентов, они не сделают по годы, но зато у вас, там, первый год сад на гарантии, и если что-то произойдет, то, ну, я просто знаю по себе, что вы меняете вот так, сегодня увидели, завтра заменили, это реально так, привет нашему секретному аресту. Там, кстати, небольшой выпад был. там, там был, но там заказчик, он любит свои растения, искренне, он их поливает, даже, я могу сказать, что когда я была там весной, в прошлом году, он мне ходил, говорит, Таня, посмотри, какой бересклет, а знаешь почему, потому что там супер вода, которую он там, не да, ну, ведь ты знаешь, как мы там сажали, я сик скидкам, комплектации в этом, и времени, ну, я против вообще скидок, тоже, как и ты, я считаю, что хорошая работа, время и сервис, он должен оплачиваться, и оплачиваться достойно, и если начинает урезать, то у тебя пропадает желание дать клиенту еще чуточку больше, и я это могу привести, вот на двух интересных примерах, года три или четыре назад, заказчица пригласил, мы познакомились, она говорит, ну, это проект, я ей выставила за проект стоимость, она говорит, нет, Татьяна, вот это все ерунда, я вот это платить не буду, вы мне на самом деле нужны, потому что мне нужны скидки в питомнике, я говорю, классно, спасибо, работать не будем, и второй пример, это из моего опыта консультации, мы разбирали коллегу, который, я говорю, ты почему такая цена низкая, низкая за, ну, то есть у тебя достаточно большой опыт, он говорит, я боюсь, что клиенты не пойдут, я даже знаю, как вам реализуются, может быть, не знаю, но, говорит, когда я, говорит, ставлю эту цену, я понимаю, что я за нее работать не хочу, ну, то есть заказчик, когда давил тебя, ей там, три копейки, у тебя опыт большой, ну, то есть это я говорю уже про опытных, я не говорю про тех, кто новички, он говорит, а работать не хочется, и поэтому у нас начинаются вот эти вот непонятные какие-то проекты, на коленке, все остальное. Но, к сожалению, у нас вообще, в принципе, в ландшафте нет норм каких-то. Ну, да, каждый, кто во что гораздо. Вот, и, ну, то есть вот 50% за посадку, это золотая середина, я знаю компании, которые за 70 сажают, я знаю компании, которые берут, если с гарантии сажают, они берут 100% за материал, потому что инфляция, потому что дорожают растения, и ты, даже посадив за 100% дерева, ты в следующем году за эти деньги уже не купишься, то есть это по-любому уже стоимость большая. Слушай, ну, здесь еще такой вопрос интересен, я знаю опыт других коллег, которые, помимо того, что процент, они еще, если клиент не берет у них уход официально, они не дают гарантию. Ну, так многие, кстати. Но я считаю, что это нормально. Хотя бы разовые какие-то выезды. которые оплачиваются. У нас, кстати, таких условий нету, и частый вопрос ко мне, знаешь, как вы определяете, по каким причинам растение погибло? И, честно говоря, здесь, ну, ответ он практически налицо, потому что, если его не полили, понятно дело, если его перелили, корни раскопал, все понятно, да, если там что-то с ним, обрезка какая-то неправильно произошла. Вот это тоже опять вопрос к тому, что растения, как дети, они требуют ухода, и требуют внимания. А иногда заказчики запускают немножко, и, знаешь, очухиваются, когда уже растение погибло, и они такие, ой, то есть я все время спрашиваю, раньше нельзя было позвонить, ну, может быть, мы там кого-то бы прислали, посмотрели бы. У нас ситуация буквально сейчас на объекте. Шикарный проект, мы им гордимся, все классно, и там просто докуплена была территория небольшая, которую заказчик попросил, ну, практически, как ты говоришь, проект на коленке, просто, ну, в этом же стиле засадить, чтобы соседей не видно, и вот там сделать такое поле. Все сделали, все хорошо, посадили растения, и у них есть там садовник, который косит газован, ну, какие-то там работы производят, и мы туда выезжаем там раз в месяц, например, подкормить, что-то такое сделать. И ситуация, значит, следующая. Приезжаем этой весной, и у нас рябины, липы и сирень практически, ну, никакущим состоянием, я не помню подсчет, то ли 11, то ли 14 позиций, просто в очень непотребном состоянии. Выясняется, что на кончиках растений, вот просто вот почки раскрылись, они такие закрученные, то есть все, вот герпицидный ожог, ну, или как это правильно назвать, короче, герпициды избирательного действия, которые от сорняков, которые на газон не действуют, были обработаны, вот, территория по периметру, один или два раза, предыдущий садовник тоже там где-то дуванчики травил, а у участка есть наклон, и получается, все самые чувствительные позиции собрались именно там, то есть у нас как раз сирень, она прям сразу показывает, то есть даже минимальные какие-то гербициды в почве, в воде, даже у соседа могут обработаться, если с точными, какими-то там грунтовыми водами подошла сюда вода, вот эта с гербицидами, сирень сразу все скручивает, сразу показывает, и мы просто немножко в шоке, то есть как бы вроде бы и мы туда выезжаем, и вроде бы как бы, ну, садовнику там, ЦУ дали, вот, ну, такая ситуация. Может быть, ЦУ под подпись давать, вот это тоже момент, который, вот ты вроде даешь клиенту все равно там, что делать, какие дни, в какие месяцы, а у тебя все равно постоянно пролетают какие-то там звонки, ой, а у меня это, у меня то. Я вот сейчас задумалась о следующем этапе, может быть, реально это еще один какой-то, ну, не то, что договор, а хотя бы ТЗ, ознакомь, ознакомь, да, но то, что ты прочитал. Как техника безопасности для сотрудников. что ты, ну, то есть ты подписываешь документы, ты понимаешь, что как бы здесь надо поливать, а здесь не надо поливать. Ну, вот видишь, я говорю, ситуации буквально прям разные, и причины смерти растений, к сожалению, они тоже разные, их можно, в принципе, определить, когда нельзя определить на глаз, или там, органолептически, есть практика отличная отдавать в лабораторию. Да. Вот, то есть срезы, листья, прочее, то есть вот эти, эти ситуации, они как бы разрешаются. Согласись, у нас очень сложная профессия. Да. И бизнес сложный, очень многосторонний этим. Максимальный. И, смотри, давай вернемся к вопросу про проценты. Он меня волнует. Знаешь, с какой стороны, очень часто к нам, как компания, которая больше на реализации нацелена, то есть, да, мы проектируем, да, мы реализуем, и это такой комплекс. И очень часто приходят как раз проектировщики или дизайнеры, которые просят что-нибудь там реализовать. И очень часто я слышу от дизайнеров, типа, а какой вы нам процент за это дадите? Ну, типа, вот, сколько вы там можете либо в смету заложить, либо еще что-то. Так как мы работаем открыто, я не могу никогда заложить какой-то процент их интереса в смету, потому что, ну, это охренеть, как прозрачно будет, ну, видно сразу на поверхности. Вот. Делиться прибылью не всегда есть возможность. Я всегда за благодарность для таких, ну, скажем так, объектов, когда нам, но ситуации, сама знаешь, бывают разные. Ты пришел, вдруг какие-то согласования, погода, еще что-то, у тебя бригады работают, да, у тебя идет заработный фонд, там, платы тратится, а, например, там, каких-то работ чуть меньше, где-то там выкопали что-то, там, я не знаю, танк какой-нибудь, да, который пришлось снимать, все это затормозилось, там, или фундамент старой бабушки, который там дом стоял, вот, и ты понимаешь на выходе, что, типа, а ты еще кому-то что-то должен, то есть мы от этой системы ушли, то есть у нас есть, да, типа, благодарность какая-то, но вот, я, вот, на основе этого всего хотел бы обратиться и к дизайнерам, и к тем людям, кто проектирует и отдает на реализацию, почему не закладывается как раз то, что мы с тобой сейчас обсудили, поверх сметы для заказчика, авторский надзор, хотите технический надзор, если есть на то способности, возможности, и такие специалисты, комплектация, да хоть руководство, управление проектом, да, вот тут тоже у меня как раз, когда часто говорил, вопрос, если тебя нанимают как, реализатора, то прописан ли в смете авторский надзор, ну, то есть, если в смете не прописано, а архитектор вообще, он, когда отдает, ему неинтересно, он хочет отдать и просто получить процент? Ну, вот то, что нам приходит со стороны, зачастую, да, то есть, есть те архитекторы, которые говорят, да, я хотел бы поучаствовать, например, я сразу говорю, блин, закладывайте тогда свои выезды, еще что-то там, да, они могут сколько угодно стоить, это ваше время, вы его сами оцениваете, вот, но зачастую то, что нам приходит, мы практически, к сожалению, часто отвергаем, хотя я за коллаборации, я очень люблю работать с различными проектировщиками, с различными создателями проектов, то есть, мне это реально интересно, потому что у нас все равно есть какой-то сформировавшийся стиль, да, там, у наших дизайнеров есть, объекты уже, ну, которые прям реально узнаются, да, там, по реализации, и когда ты сталкиваешься с чужими проектами, это зачастую, ну, прям интересно, вот, и вот это вот, вот вам проект, вот вам заказчик, вот здесь находится объект, а вы нам, типа, я не знаю, 10 или 15 процентов, я говорю, да вы маржут знаете вообще в таких компаниях, а думают, что это просто, знаешь, с неба упало, 15 процентов, у нас, я могу открыто сказать, что, например, с бетонных работ у нас маржа 15 процентов, мы бетонные работы делаем ради того, чтобы сделать комплекс заказчику, чтобы он не нанимал каких-то безруких, там, непонятных исполнителей, которые засрут все растения, выльют плюху бетона, закопают ее, там, и прочее. Я начну с того, что, во-первых, наверное, чтобы просить проценты, сначала тебе нужно, как бы специалистам нужно научиться считать свою вообще маржинальность и прибыльность. Если человек, архитектор, дизайнер, неважно, делаешь ты проекты, не считаешь, то ты не понимаешь, и когда ты вот так приходишь из-за какой-то, то, что я тебе объект, а ты мне процент, и ты в этом не участвуешь, я вообще против, ну, то есть я против этого, и я сама не даю таких вещей, ну, то есть если, скажем так, больше, я не даю никаких откатов, потому что вот как у тебя, вы реализуете, а мне, пожалуйста, процент, у меня такое, я тебе посоветовал, да, ты мне, пожалуйста, в проектирование свое заложи 10%, не закладываю, ну, мне проще отказаться, либо, честно, ну, как бы хотите, хорошо, тогда ты управляешь проектом, скажи заказчику прямо, и тогда все согласования идут через тебя, я себя снимаю, как бы часть работы, я даже здесь могу чуть-чуть уступить в цене по проектированию, чтобы заказчику было комфортно, но когда вот это вот, ну, вообще вот эта система откатов, мы живем в новом мире, и, кстати, опять же, студенты британской школы дизайна, тоже мы поднимали этот вопрос на первой лекции, и мне, когда я сказала, что я против этого, мне сказали, Татьяна, вы что, там 90% ландшафтного мира так живет, пусть живут, значит, что-то новое начнется с нас, и с нашего отказа от этого всего, хотите, вот там, я хочу реализовывать с тобой, ну, и у нас был прописан авторский надзор, официально, в договоре, и везде, и ни вопросов не было, ни у заказчика, ни у кого, я работаю так же, у нас прописан официально авторский надзор, и у меня заказчик знает, что, да, мы вот работаем с этим строителем, и у нас авторский надзор, мой, который он мне отдельно платит, причем, что он даже не через него, он вот эту сумму, он видит ее в конце, и когда я сдаю, он мне говорит, Тань, вот твой авторский надзор, и в прошлом году мы так реализовывали, поэтому, ну, опять же, я за честность, я реально за открытость, там, я готова за то, что, как бы, я могу показывать всю эту сметную прибыль, и сколько зарабатываю, и почему-то еще у очень многих какие-то неправильные понятия, то, что вот, ну, на реализации вы точно здесь миллионы зарабатываете, посчитайте рентабельность эскизного проекта, рабочего проекта, реализации, вы поймете, что на реализации самый маленький процент рентабельности, на самом деле, когда выстроены процессы проектирования грамотно, там можно очень хорошо зарабатывать, вот, а если хочешь смотреть, как реализуются твои сады, будь добр, прописывай в авторский надзор, да, управление проектом, тратить свое время, приезжай, задавай вопросы, иди просто в глубину всяких процессов, изучай. Извините меня, это опыт, это ты проводишь в моменте опыт, точнее, работу над своими ошибками, если они вдруг есть, и ты в дальнейшем уже свои проекты улучшаешь, элементарно. Ну, да, это точно так же, как там, какие вопросы нужно задавать там заказчику, чтобы понять, что нужно, там, чтобы составить именно техническое задание. И, ну, ты хоть на объект, хоть раз приедьте и посмотрите, там, здесь у вас гараж, тут у вас там въездная дорога, вы начинаете смотреть уклоны, спрашивать, как состыкуются там разные виды мощения, выезда и в дом, въезда, вы узнаете о том, что там моется, не моется машина, в гараже, как отвезти воду, правильно ли сделана топосъемка, тоже, пока ты с этой топосъемкой не пролазишь, ты не поймешь. Бывают ситуации, когда у тебя не топосъемка, например, 3D-обмеры участка. Меня очень полгода убеждали, что Таня, но на этом уже все проектируют. Нет, без топосъемки мы теперь не можем сдвинуться с места и ждем, когда зальются в ноль бетоном все строения, чтобы сделать топосъемку. Ты вот эти все нюансы ты соберешь только тогда, когда ты будешь участвовать в реализации. Ну, конечно. А потом вот эта открытая наценка за свои услуги, это как раз про воспитание культуры. Культуру, частность, открытость и все остальное. И понимание, что я еще, знаешь, как люблю говорить, что если ты о том, что ты предоставляешь такой вид услуг, не напишешь сразу заказчику, он реально будет думать, что эта работа выполняется бесплатно. Это возвращение к тому, что у меня в коммерческом предложении сразу прописано все, даже сметы. То есть, если вдруг на меня ложится вопрос посчитать сметы, я беру с собой управление проектом, я за смету составление графиков работы, ты знаешь, что это занимает порядка двух недель вообще работы, и это очень большая работа, посчитать смету на реализацию. Это тоже стоит, ну, как бы денег. И не то, что там меркантильное, без денег не думается, да, как бы я хочу ценить свое время. Так вот, тоже момент для заказчиков, я прям акцент на этом сделал. Когда дизайнер приводит свою бригаду и не берет за это отдельных денег, кто слышит на объекте, там либо надбавка к смете нихреновая, да, чтобы учесть интерес этого дизайнера, он же не будет бесплатно на своей машине ездить, тратить свое время. Либо это экономия на качестве выполнения работы. Тоже, да, тоже. То есть, ну, здесь не бывает, что кто-то такой вот прям добрый и безвозмездно решил, да, там, реализовать свой проект, если это не какой-нибудь студент, там, начальный. На начальном этапе, да. Почему бы нет, там, для портфолио, окей, здесь не будем опускаться, там, студенты, они с чего-то начинают, да, там, первые шаги, это, ну, каждый по-разному к этому относится, какая-то минимальная стоимость, наверное, должна быть, тем не менее, но, вот эти вот махинации, блин, я их реально никогда не понимал. Поэтому, чем больше, наверное, нас будет, кто будет выходить на вот эту честность и открыто показывать, тем, наверное, лучше, быстрее будет расти культура ландшафтной архитектуры в России. Из чего вот эта стоимость должна складываться, как ты думаешь? Авторского надзора? Ну, как минимум. Я по, ну, то есть я люблю время считать, я по временным затратам, но на самом деле ты смотришь, то есть если тебе с бригадой комфортно работать, я знаю, что кто-то берет проценты, то есть, ну, тут надо для себя понимать, за какой процент, там, есть объекты, где достаточно одного выезда в неделю, да, ты приехал, посмотрел, там, работают профессионалы, ты буквально минимально что-то проверяешь, ну, как бы здесь смысл брать, то есть ты честно, ты только, например, комплектуешь и проверяешь красоту, а если ты там днющина чуешь на этом объекте, потому что тебе приходится, как я говорю, ставить сплетка и кричать, давай, работай, но здесь это другие деньги, поэтому тут еще каждый исходит из своих потребностей и своего, ну, как бы, временного, считать надо уметь, ну, плюс, как бы, процент на форс-мажоры, всегда, говорю, что надо всегда везде добавлять, то есть ты не можешь в ноль, ты как бы должен зарабатывать на этом. Полностью согласен. Work и life баланс. Расскажи, вот ты, как амбассадор планирован, получается у тебя это? Слушай, бывают моменты, когда классно получается, прям все в балансе, есть и жизнь, работа и отдых, но когда ты, наверное, заходишь, в этап своего развития в плане масштабирования, и ты и учишься, у тебя работа, и ты залезаешь в какие-то новые процессы, я могу честно сказать, что тут даже у меня весь work-life баланс потерялся до такой степени, что мне сказали, дорогая, ты профессионал в планировании, но ты не можешь спланировать совместный отпуск, но дает о себе знать, сейчас я пытаюсь к этому вернуться обратно, потому что я поняла, что я стала терять частичку себя, поэтому и вот стала на распутье, либо нанимать как бы операционного директора, генерального директора, который будет вот именно в управлении проектами, договора, КП, вот все вот эти вещи, а я буду в творчество, либо наоборот, нанимать себе классного в команду ландшафтного архитектора, а сама уходить в управление, я никак не пойму, что мне больше нравится, то ли то, то ли то, знаешь, такая как обезьянка, и умная, и красивая. Просто, знаешь, такого помощника, который с тобой будет месяц это разделять, месяц с другого. Ну вот, кстати, интересная идея, надо будет тоже попробовать, а так, я, выгорание тяжёлая вещь, я проходила просто дважды через выгорание, и сейчас я понимаю, что вот в ту реку я тоже точно больше не хочу, не хочется себя терять, но, опять же, опыт прошлого года показал, что когда вот все события произошли, то вот только на себе и на своей вот этой вот энергии, будучи солнцем, как бы как руководитель тебе, помимо того, что тебе нужно было поддерживать команду, нужно было ещё поддерживать всех заказчиков, и большинство мне звонили, я спрашиваю, Татьяна, вы не уехали? Я говорю, они такие, ну, слава богу, продолжаем работу. Как психолог. Да, 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 но это вообще отдельно, мне кажется, вообще психолог. У нас вот Катя Садовник в команде, она такая говорит, там, какой-то вопрос при уходе там возник, я там раз, ну, при ней, допустим, звоню, объясняю, рассказываю, там, 10, там, 12 минут, она такая, Дима, у тебя точно работа руководитель или психолог, ты знаешь, потому что этот баланс, реально его нужно находить, там, что объяснить, успокоить, да, там, что всё будет хорошо. Ну, это не только, но семья сейчас, такая работа происходит с архитектором, мы совместно ведём, ну, то есть, есть архитектор дома, который ведёт всю стройку, есть строитель дома, есть мы, как ландшафтная, там, компания, которая реализует объект, и, ну, то есть, моя задача, в первую очередь, успокаивать архитектора, что, там, мы в сроки укладываемся, там, при этом чуть-чуть подпинывать, может быть, строителей, где-то у них узнавать, что происходит, но ты постоянно вот на этом балансе, и я, наверное, честно могу сказать, что больше всего я устаю именно от общения, то есть, огромного количества, что когда мне говорят, там, Таня, пойдём потусим, там, или куда-то пообщаемся, по себе, понимаешь, что я не хочу, можно я просто дома, в тишине посижу, полежу, почитаю, да, ну, я на самом деле, с тобой согласна, я тоже там, ну, я могу, то есть, я стала лучше ног спать, поэтому я держу всегда режим, для меня режим это очень важно, я не работаю по ночам, я теперь стараюсь в 9, в 9 часов вообще, в 21.00 я выключаю телефон, то есть, я для родителей предупреждаю, что всё окей, всё, и до утра, но стала утром себя ловить, что там, ты только кофе взял, и ты уже пошёл там здесь порисовать, в 6 утра можно с кем-нибудь подрядчиком, хорошо, наоборот, энергия накопилась, ну, я утром более активная, поэтому, мне вообще, я любитель, там, с утра поработать, до 2 часов дня, у меня сам пиковый период, потом мне идёт на спать, поэтому, когда мне говорят, давай совещание в 9 вечера, я говорю, что не, ребят, ну, как бы, я в 9 вечера уже даже не соображаю, вот там, можно в 10-9 утра, я суперактивная, я решу все вопросы, а так вот нет, это, опять же, из-за индивидуальных качеств, кому-то наоборот, проще ночью работать. Ну, говорят, на самом деле, что вот это соваль, жаворонок, это всё выдуманное, и дальше, внушаемая себе историю, потому что, есть всё-таки биологические часы, если правильно выстроить режим, вставать, там образно в 7 утра и ложиться там в 10 хотя бы, то любая сова становится нормальным жаворонок. То есть, во-первых, да, во-вторых, мне кажется, всё равно каждый человек, ну, мы же связаны с природой, и каждый человек чувствует природу, я, например, с приходом весны, и тем, как, я просыпаюсь, когда встаёт солнце, то есть, сегодня я проснулась в 5.30 утра, но мне как бы не хочется спать, смысл тогда заставлять себя там до 7 лежать, поэтому ты тоже, ты должен чувствовать, ну, как бы чувствовать себя, чувствовать свою наполненность, вот эту энергию, и на самом деле, когда ты понимаешь, что твоя батареечка садится, надо уходить на отдых, честно признав, что всё, больше не доводить себя до супер-минуса, когда ты уже на морально-волевых, как говорит мой тренер, и кому сейчас легко, привет, и тренеру, ну, без вот этих вот. Ну, у меня, знаешь, как лет, там, 7 назад, когда так всё прям активно зарождалось во мне, да, там, в плане ландшафта, у меня был такой график, то, что зимой вроде не сезон, я, как ты говоришь, работал в ночь практически, то есть я там до 2 часов, до 3, потом спишь, всё хорошо, приходит весна, ты такой, 5 утра, пора выезжать, и всё, и вот эти часы, они на самом деле так ломаются, жёстко, и я могу сказать, что когда я работал в ночь, вот это вот, и поздно просыпался, тебе кажется, что ты вроде как бы и много поспал, и вроде бы энергии меньше, то есть вот реально, вот этот баланс утро есть утро, вечер есть вечер, на самом деле более правильно, мне кажется. Я читала книгу про лидеров различных, самых известных бизнесменов, они очень, там практически у всех был вопрос про режим дня, и почти все говорили о том, как они держат режим дня, большинство используют такую вещь, как час тишины днём, то есть ты просто в течение дня, в обед отключаешь вообще всё, чтобы побыть наедине, ну как бы может быть не подумать, просто побыть в тишине, потому что у нас нет такого, что мы всё время на взлёте, у нас тоже бывают, ну там разные пиковые энергии, ну я люблю такие вещи изучать, и ты просто пробуешь, там кому-то комфортно в 7 вставать, кому-то в 6, там кто-то ложится в 9, в 10, но всё равно большинство живут всё-таки, и когда ты в графике, ты всё-таки ещё можешь соблюдать вот этот баланс, когда ты начинаешь. У тебя перевес начинается. Да, 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 ой, я сейчас чуть-чуть ещё посижу, завтра посижу, и оно накапливается, и вот этот накопительный эффект в какой-то момент может тебя так шарахнуть, что ты... Просто сосуд лопнул. Да, бизнес продаю, из дома ухожу, на необитаемый остров уезжаю. Да, у меня были страшные мысли на сегодня весной, я просто ходил по базе такой, вот как раз у меня накопилось просто, мы же провели, получается, НФЛ в марте, у нас получается, что нужно спланировать все объекты, проекты, у нас всё это из-за НФЛ чуть сдвигается, нужно там уже подписывать договоры, а у нас ещё просто мы там только подбиваем это всё, и реально у меня промелькнула такая грешная мысль, вообще я такой ходил такой, думаю, блин, вообще вот, а вдруг вот что бы было бы, если бы, да, вот так всё, но у меня сразу, знаешь, это чувство ответственности, чувство команды, и в принципе, ну это просто на самом деле, знаешь, нотка выгорания. Я с ней поборолся, я такой типа, нет, всё, всё, отпусти, да, окстись, ну вот, то есть на самом деле это ужасно, и вот всякий час тишины, или вот, например, у нас тоже есть сейчас такая традиция семейная, что мы там хотя бы раз в месяц, а в идеале там раз в две недели, просто выезжаем там на день, на два в какой-нибудь глэмпинг, это вообще на самом деле спасение клёвое, потому что если ещё выключить телефон, вот эти маленькие уютные домики в разных там местах Московской области, а можно и не в Московской области, куда угодно, если позволяет время, за относительно небольшие деньги, потому что они там от 5 до 7 тысяч в сутки стоят, ты приезжаешь там со своими продуктами, там есть баня, чаны, ещё что-то, ты просто такое, знаешь, умиротворение ловишь, и вообще кайф, прям спасает в критический момент. Да, ты сейчас вот заговорила, и я поняла, что, наверное, вот эта нотка выгорания, но у всех я поэтому ещё лет 5 назад для себя поняла, что перед сезоном, вот таким активным, там, конец мая, июнь, июль, в майские надо всегда отдохнуть, и эта весна, она сбила все планы, потому что она пришла на месяц раньше, и это, мне кажется, дало жару всем, и я вот смотрю, что многие, но выгорание — это такая тема, больная. Больная глубокая, согласен. Да. Ты упоминала про обучение, мы сейчас это выгорание, обратно переместимся. Вообще, ты с высшим образованием, с опытом проектирования, да, там, у тебя есть подрядчики, там, команда, которая помогает, да, этот продукт создавать. Чему ты учишься? Только вот ландшафту? Или же всё-таки вот смотришь за перспективой? Вообще, я не то, что за перспективой смотрю. Во-первых, я очень любопытный человек, и, например, в какой-то момент я поняла, что коробочка наполнилась, и знания хочется передавать, но кто будет слушать человека, который не умеет красиво говорить, или там говорит с запинаниями, ошибками, или ещё с чем-нибудь. Поэтому я училась ораторскому искусству, чтобы правильно доносить свои мысли, и для меня это было важно, чтобы быть более, ну, там, уверенней. Даже там эфиры прямые в том же телеграм-канале проводить, будучи уже уверенной. Но я могу сказать, что ландшафт ландшафт, там цветочки цветочками, визуализация визуализациями, но нас никто не учит бизнес-процессом. Вообще. Не стратегиям, не бизнес-процессом, не считать деньги, не планировать бюджеты, не что-то такое доходы, расходы. И большую часть времени в прошлом году я посвятила именно этому обучению. Это, честно, было очень сложно. Я периодически просто в 5 утра смотрела уроки, ревела, и думала, господи, ну какой планируемый спрос, ну зачем вот эти все градации клиентов, ну как бы зачем все это нужно, но оно как бы начало складываться в определенный пазл. И сейчас я понимаю, что для меня... Ну то есть я и до этого все считала, а сейчас я начала видеть как бы прям это все структурно, я понимаю, насколько это важно. То есть когда ты спрашиваешь там, с чего у тебя начинается проект, там все говорят, ну с эскизного, да не с эскизного, с продажи. А если ты не умеешь продавать, то есть я училась продажам, причем что не только с точки зрения маркетинга, но и с точки зрения психологии, потому что, ну у своих тараканов у меня тоже... Защита продукта уже. Когда клиент обратился, тебе нужно его догреть. Не то, что даже догреть, мне важно экологично ему донести. То есть я не из тех, то есть, если честно, я даже свои продукты, мне очень сложно продавать. То есть, ну там, я и родовые программы разбирала, потому что для меня это важно. Мне очень хочется экологично доносить, а не так, что высокий человек покупать, только у меня не про это. И вот этому всему я училась. Прям, ну слушала много курсов. Я брала много консультаций у различных предпринимателей, бизнесменов, которые помогали мне на мой же бизнес посмотреть с другой стороны. То есть ты идёшь в командообразованию, как правильно строить команду, как правильно делегировать, для чего всё это нужно. Училась не обращать внимания на хейт, если честно, потому что выходить в социальные сети, когда тебе там что-то говорят, это тоже достаточно трудно. Ну что ты, чему ещё училась? Повторно училась на подаче, потому что всё равно, ну ты что-то забываешь, и человек же, когда перевыпускает курс, всё равно какие-то появляются новые инструменты. Да, мне всегда интересно, но мне интересно даже не столько прийти и сделать, сколько посмотреть эти инструменты и переработать их через, ну на себя и на свой продукт. Самый дорогой курс, который ты покупала? По бизнесу порядка. Ну что-то я запрошила обучение, за прошлый год на обучение потратила больше 300 тысяч, и самое дорогое стоило, по-моему, там, то ли 68, то ли 98. Вот. Такое. Но я поняла, что есть те, которые, знаешь, вот если я приняла решение, что я иду, я поймаю самую низкую цену, куплю без вот этих вот, то есть мне не нужен прогрев, если я решила идти к человеку, я пойду. Я тут на одного тоже бизнесмена, там, и такого ментора, в хорошем смысле слова, подписан, следил за ним, наверное, год, и у него там есть интересные на ютубе бизнес-разборы, то есть он различные модели, просто вот людей сажает и разбирает со своей стороны. Я прям залипал, залипал, и, короче, у него проходила такая конференция, там, я не знаю, сколько там человек было, ну, прям человек какой-то мне показался охренеть большой, это было там зимой, по-моему. И я дальше продолжаю смотреть, я продолжаю смотреть, как они там все это проводят, и это, ну, не то, чтобы я попал на крючок вот этого прогрева, я просто понял, что вот в жизни важный, просто вот это решение нужно принять, это сейчас мне необходимо, потому что там как раз прорабатывают те боли, которые вот у меня накопились, вот, и он такой, я не знаю, типа, когда это будет, вторая волна проходить, тут анонс, а у меня август сейчас прям так, я тоже стараюсь, планировать заранее, там, и какие-то глобальные даты у меня уже там расписаны, я смотрю, анонс его мероприятия проходит просто в окошке как раз между моими днями, когда я там куда-то уезжаю, приезжаю, ну вот, и просто я такой раз и делаю покупку вообще, ну, не обдумывав, причем человек, ну, реально большой, но я надеюсь, что это как раз вот, знаешь, вот я всегда стараюсь ориентироваться на различные отрасли и брать оттуда что-то полезное, вот здесь вот как раз чисто про бизнес, а в ландшафте у нас про бизнес вообще никого нет, ничего нет. И самое главное, что я могу сказать, что даже заходя на бизнес обучение, когда я начинала куратор, то есть я брала более высокие тарифы, чтобы у меня были более профессиональные кураторы, и когда я начинала объяснять, из чего состоит, что, ну, то есть мы не про покупку ледов, все вот эти ЛВТ, у нас немножко по-другому работает, и, но я много сил тратила, поэтому получается, что чтобы составить свои бизнес-процессы и понять там, опять же, доходы, расходы, как это все планировать, я собирала из разных источников информацию, я брала различные консультации и из них уже составляла, ну, то есть, грубо говоря, я сейчас проверяю гипотезы, ну, то есть ты смотришь, работает или нет, ну, и вообще, мне кажется, так работает у нас, то есть ты берешь информацию из других источников, перерабатываешь ее и потом уже ее, да, применяешь и выдаешь, поэтому мне иногда удивляют люди, которые там приходят, задают тебе вопрос, ты смотришь на этот вопрос, в Телеграм-кандале думаешь, блин, я два года над этим вопросом работал, там я вложил достаточно большое количество денег, вот, то, чтобы это найти, решить, а вы хотите это бесплатно, и когда ты говоришь о том, что, ну, там, приходи на консультацию, причем, что я за три часа консультаций сейчас не веду, но когда вела, я выдаю такое количество информации и выдаю огромное количество таблиц, что люди говорят, Тань, ты за три часа даешь то, что люди делают за три месяца, и говорю, да, ну, поэтому вы платите деньги, и поэтому я для себя четко поняла, что я больше никогда никого не буду обесценивать, и, потому что это колоссальная работа, то есть, когда человек что-то готовит, он много энергии в это вкладывает. Ну, абсолютно, с тобой согласен. Это как, знаешь, подготовка продукта, знаешь, почему так дорого? А вы хоть раз сели? Ну, то есть, я считаю, что обесценивают те, кто ни разу ничего не делал. Проще же обесценить, ты попробуй сделать, ты когда пройдешь весь вот этот путь? Я когда запускала продажу первого чек-листа, я думала, я с ума сойду, ну, потому что, когда мне там задавали какие-то вопросы, причем, что ты не один это делаешь, у тебя все равно есть команда, когда тебе, даже на тысячу рублей говорят, почему так дорого? Ты думаешь, ребят, ну, то есть, там есть... Сколько опыта, как минимум. опыта, плюс у тебя команда, плюс у тебя все равно какие-то расходы, там, ну, то есть, там маржинальность вообще копеечная, то есть, это для, ну, то есть, это больше оплат каких-то сервисов оплат, все равно люди недовольны, поэтому такое специфичное все. Ты как думаешь, вот у ландшафта есть такая перспектива, немножко систематизироваться и стать какой-то глобальной такой? Да, да, Дима, я думаю, что если мы начнем об этом говорить, не только про то, как обрезать растения, не только про то, как правильно сажать или обрабатывать, а будем, наверное, выносить это больше на публику, о том, что важна систематизация, о том, что мы декабрь, январь, февраль, а не в потолок прием на Мальдивах, да, а мы на самом деле сидим с большую часть времени с графиками планирования, с графиками бюджетов, то постепенно мы, ну, покажем, как бы, ну, наверное, надо показывать внутреннюю кухню, о том, что мы делаем, как мы делаем, и насколько много времени занимает планирование всех бюджетов и вообще стратегии, составление, проработки, гипотез. У меня зима, это вообще отдельно песня, вот это самое яркое заблуждение, не знаю, наверное, есть такие коллеги, кто реально просто уезжает, но они действительно есть там, и не парятся, да, то есть у них идет самотек, он, и все окей, но вот у меня друзья тоже такие, да что ты, Дим, сейчас там, да, без выходных, подумаешь, зимой отдохнешь, я такой, угу, и зима у нас чисто тупо январские праздники, когда никто не звонит, никто не пишет, и то мне в этом году на Рождество уже заказчики писали, я просто сижу за столом в семье и пишут там по проекту какие-то вопросы, я говорю, господи, вот у вас нашлась минута прямо вот именно сегодня, да, там 7-го числа. Видишь, как они тебя любят. Да, и поздравили заодно, да. Слушай, но здесь еще такой момент, что зима, ну и вообще, то есть любой бизнес это планирование, ну и как бы вообще систематизация, но мало просто спланировать и систематизировать, тебе нужно обязательно рефлексировать, если ты не проделываешь анализ после каждого объекта, там не считаешь прибыль, доходность, расходность, сколько у тебя ушло, сколько работало, кто хорошо работал, если были ошибки, то какие, у тебя не будет роста и масштабирования, поэтому на это тоже нужно находить время, наверное, вот так в открытом доступе, я первый раз говорю о том, что как бы очень много рефлексии, ну то есть у меня очень много, я вот, я до сих пор хожу с маленьким блокнотиком, где, когда я еду с авторского надзора, или там, ну с объекта, я себе записываю какие-то нюансы и моменты, что получилось, что не получилось, где я допустила ошибку, там, какое планировочное решение, вот было удачным, какое неудачное, там, где я вовремя нашла подрядчика, а где я опоздала, и на какое время, там, реально ли мы укладываемся в график работ, или мы ошиблись по графику работ, если ошиблись, то почему, что это, погодные условия, это там, непрофессиональные строители, или это нас кто-то задержал, ты всё равно постоянно вот в этом анализе, ну то есть это же и есть, ну я не знаю, это может быть не работа ландшафтного архитектора, но это работа руководителя, и если ты создаёшь компанию, ты вообще хочешь войти профессионально в этот ландшафтный бизнес, то ты, ну, должен быть готов к этому, вот тратить время на вот эту вот рефлексию. Ну конечно, так потом помимо вот этих графиков, анализа и прочего, ещё есть различные инструкции, обучение, то есть вот графики, там, и поставщики общения, тот же самый сайт, те же самые статьи, соцсети, подкаст сейчас пишем, я просто выбрал два дня реально, да, сейчас просто записаться, чтобы, ну, не было перерывов каких-то, зимой чуть попроще, это очень много времени поживает. и я больше скажу, что и социальные сети занимают много времени, и как бы большинство тоже, ну, то есть не понимает, я даже в последнее время задумываюсь, если я буду всё время только отвечать на вопросы, мне некогда будет работать, потому что я тогда буду всё время отвечать на вот эти вот вопросы, как ты планируешь, или как ты ведёшь объекты, чем в разнице авторские между управлением, ну, то есть я не умею ещё ответить там в два-три предложения. Теперь же можешь кидать ссылку на выпуск. Да, я теперь буду кидать ссылку на выпуск, чтобы, я даже отвечу так же, что мы записали с Димой подкаст, поэтому можете смотреть, чем отличается. И в чём ещё, наверное, моя главная мысль в том, что если ты руководитель, тебе придётся любить всю эту рутину, все вот эти регламенты, обучение, КП и всё остальное, и если ты не полюбишь рутину, ты просто, ну, у тебя не будет мотивации к росту, ты захлебнёшься в этом во всём. Вот касательно большого промежутка времени зимой, я до сих пор инструкции, которые у нас есть для сотрудников, я их откорректировал, то есть для работников откорректировал, а для руководящего состава у меня до сих пор висит, знаешь, там это последний пункт, который надо ещё добить. И просто тупо не хватает времени, при том, что у нас, да, руководитель проектов менеджера там на объектах трудится, при том, что у нас там есть прорабы, есть бригадиры, работники, всё вот более-менее системно, но я понимаю постоянно, что нужно ещё дальше-дальше-дальше расти, на это нужно много времени, и реально зима, это вот для меня вопрос такой, знаешь, и полетел. Ну это вот вопрос в том, что какое направление ты выбираешь, если ты выбираешь развитие вот именно как руководителя, то ты будешь на это тратить. Конечно. Либо ты это делегируешь, но опять же... Вопрос результата. Да, вопрос результата. Не нужно думать, что там можно всё вот это вот скинуть. Нанял директор, да, ну нет, у тебя всё равно получается, что ты, пока ты это сам всё не проживёшь, это вот как я говорю, что пишите архитектуру процессов, неважно, воркфлоу, поток работы, пока ты сам своей рукой на бумажке всё это не пропишешь, ты не поймёшь, как у тебя всё происходит, ты потом, возможно, будешь менять, ну и ты будешь менять, потому что мы развиваемся, там растёт компания, у нас как бы меняются условия, но пока ты сам это всё не пропишешь, ну то есть ты не поймёшь. И сделегировать ты, ну то есть ты никому не объяснишь, как у тебя происходит, только ты знаешь, как приходит клиент, как он звонит, там, о чём вы разговариваете, когда ты выезжаешь, как ты выставляешь КП, какую информацию собираешь, поэтому это очень, ну как бы важно. Ну у нас, смотри, сейчас по, например, по NFL, но фэкланскип, то, что мы провели, мы сейчас наняли маркетолога, менеджера отдельно, и получается, так как мы с Сашей вдвоём создали этот продукт, и у нас сезон, у меня свои задачи, у неё свои задачи, мы такие, сейчас вот наймём человека за хорошую зарплату, он будет там всё это организовывать, всё это делать. Блин, Тань, миллион вопросов и миллион нюансов, мы уже подключили там и девчонок, которые, да, там из наших команд участвовали в организации, и, ну нельзя просто так взять, что-то отдать, ну не бывает, какой бы специалист не был, как бы вы его там не выращивали, ещё что-то, всё равно есть вот это, во-первых, восприятие мира, да, то есть у всех разного, во-вторых, вот этот опыт, в-третьих, конечная точка там, или путь, да, который ты определяешь, что всё равно нужно в этом процессе участвовать, и участвовать достаточно много времени. Ну тоже, знаешь, я здесь добавлю, наверное, на мой взгляд, участвовать в неком балансе, вот если у тебя всё равно вот это вот контролёрство перевешивает, это не есть хорошо, иногда нужно чуть-чуть подотпустить, чтобы человек, который ты нанимаешь, которому ты доверяешь, он себя сумел проявить. Согласен. Ну вот, ну то есть, ну то есть, короче, это всё время на балансе. В пазле просто зачастую не хватает каких-то деталей, то есть именно нюансов, и может быть, да, ну там через год, через два всё заполнится, не исключая, но на начальных этапах. На начальных этапах. Мы, видишь, определились, кем тебе нужно быть. Директором техническим. Ты кто? Директор. Да. Как Мосякин. Да. Что ты в жоп директор? А творчество можешь уже передавать. Ну, наверное, да. Ещё порефлексирую и сделаю на какие-то выводы по этому поводу. Хочется, знаешь, это вот тоже вопрос, где тогда найти сильного архитектора, который бы мыслил, ну не так же, как я, хотя бы на уровне и работал не на отмахнись, а с такой же вот, наверное, детализацией, потому что всё-таки мои заказчики, мои клиенты, они приходят именно на вот тот скрупулёзный, как мне прям сегодня по телефону, я чуть-чуть задерживаю по срокам, немножко растянулся проект, но мы доделываем визуализации, дорабатываем детали, решили там ещё с мафами немножко поработать, это небольшой посёлок, проектируем сейчас, и в телефонном разговоре заказчик, я говорю, простите за задержку, я говорю, за мой перфекционизм, он говорит, нет, нет, Татьяна, ничего страшного, именно поэтому мы с вами и работаем, ну, то есть они уже зашли не в первый объект, не первый наш совместный, именно за вашу детализацию, поэтому, вот как вот. только вот вроде решили, опять на весы. Ну, я это, посмотрим, разберёмся. Тань, спасибо, что пришла. Спасибо, Дим, тебе за приглашение, это правда было очень неожиданно, я же прям так думаю, вау, спасибо, классно поговорили, не знаю, сколько по времени, но было прям... Почти два часа. Классно, да. Я надеюсь, что мы ответили на основные вопросы, в том числе, которые приходят к тебе в личку, что на них развернутый ответ теперь есть. Можешь потом, знаешь, нарезать на эти, на рилсы, короче, и отправлять по каждому вопросу. Слушай, я... Очень удобно. Тебе огромная благодарность за то, что ты поднял вопрос систематизации в общей бизнесе и того, что мы всё-таки должны быть в какой-то системе, если мы хотим масштабироваться и расти, и что всё, ну, не просто так, что мы не цветочки и не картиночки, а что мы на самом деле много-много больше и намного глобальней. Ну, мой девиз вообще последнего, не знаю, года, наверное, или двух, это то, что не нужно мыслить рамками вот этого садово-паркового искусства. Нужно далеко смотреть. Да. Именно там этим моментом я и вообще в принципе себя посвящаю, то есть изучению каких-то других процессов. Может быть, здесь, знаешь, говорит моя вот эта первая профессия, там, когда я в пищевом институте, там, да, отучился, ещё что-то, то есть вот эти нюансы. Я даже тогда, вот работая по специальности, я уже как-то всё создавал, там, как-то подрабатывал, да, там, и у меня всё время какие-то параллели происходили, то есть я даже с завода, там, отдел контроля качества, где я работал, когда там вот эта поэтапность, я и то там что-то для себя брал и продолжаю брать из разных вообще отраслей. Слушай, но у меня, наверное, точно такая же история, потому что сама вот идея прописания процессов ко мне пришла из темы кино. Я смотрела передачу про Нолана, где рассказывалось, как он снимает фильмы, и вообще, как режиссёры пишут свои сценарии, и от этого родилась фраза о том, что режиссёр не снимает кино, не написав сценарий. Почему же мы тогда работаем, не написав свои сценарии работы? Я, видишь, до сих пор у нас борюсь с этими графиками системы, мы пробуем ЦРМ-ки, ещё что-то. Всё надо пробовать. Тяжело, потому что, видишь, нет готовых решений. Если в строительстве хоть как-то там с горем пополам, в ландшафте нет. В ландшафте пусто. Значит, создадим. И мне кажется, честность начнётся просто с нас, и всё, и открытость. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.